алло 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 привет 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 у нас только камера не работает а так мы здесь саша подай голос да здравствуйте с новым годом вас очень рад вас слышать очень рад вас видеть очень рад вас ощущать с вашими творческими успехами как вы там ой сколько мы всего наворотили целые горы рассказать невозможно будем писать отчет скоро о том что мы сделали за год будем писать а если е-мейл пошлете мы вам рассылать в рассылочке все это тоже пришлем да сделали очень много за год перевернули пол земного шара отпахали молодцы али какие вы чудные вот какие вы замечательные у нас с нами тут еще присутствует и борис борис подай свой голос да здравствуйте с новым годом вас всех привет мой друг брат всех слышать бодрости духа тела али да спасибо и в этом году желаю всем нам и вам великих новых совершений и совместных духовных проектов али дай бог слава богу чтоб узнали все о вашем творческом коллективе и в москве и в россии и на земле и во вселенной и на небесах и в богом и раздании да да мы держим вас слышен всегда везде и во всем и чтобы поток страждущих желающих устремился к вам аминь 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 жалко что вас не видно и нас тоже но ничего мы слышим друг друга мы слышим это замечательно истина мы едины с сердцами и мыслями да да мы все вместе едины это точно каждый на своем поле как говорят пашет и пашет с утра до ночи вот мы тут пашем целый год можно сказать работали работали и сейчас вот популярность растет потихонечку люди появляются которые такие слушают все время видят смотрят думают размышляют да вам офис выделили пока еще офиса нет но в этом году возможно я так чувствую что в этом году должен быть уже уже пора ну да 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 а как у вас скажите где вы что вы ну а я тут такую программку провожу так сказать стал личным примером здорового образа жизни вау для бакинцев для бакинцев да так каким образом значит я стою утром раненько так вот одеваю шортики значит маечку и иду на пляж прямо все зимой да 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 вау так делаю прихожу снимаю маечку значит так делаю физзарядку да и всех приветствую и всех приветствую и всех желаю счастья здоровья вот тут подходят спрашивают интересуются вот потом значит фотографируются сделав физзарядку я совершаю значит по травке босиком прогулку там коробка видна значит получается 3 километра значит от меня до морвокзала 3 километра вот я иду и тоже по дороге всех приветствую всем желаю счастья и здоровый образ жизни потом значит прихожу к морвокзалу там значит колесо такое обозрение у нас есть там я значит принимаю морскую ванную вау как здорово своим примером показываете своим примером да 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 вот 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 это как раз самый раз да суть то все первое чтобы люди действительно видели что это реально возможно что это реально прекрасно это реально замечательно и как да а мы 12 января улетаем с Сашей и я говорю вы знаете я подпаю кверху я говорю а сколько небо лет они так смотрят смотрят так вот я говорю я есть до того как появилось небо и буду после того как оно исчезнет о браво браво здорово красиво хорошо да мы летим послушайте послушайте мы 12 января улетаем в Индию с Сашей на слет сейшен такой всех йогов мира и туда приезжает двадцать пять миллионов человек приезжает двадцать пять ой как прекрасно государство Индия так у вас что официальное предприятие государство нет можно каждый может приехать государство Индия выделяет для этого дела палатки воду подводит все бесплатное питание и проживание бесплатно а где в каком Аллахабад это самый древний город Индии Аллахабад или Праяк вот так вот да и мы туда едем это праздник раз в шесть лет бывает называется кучмэхмэла как то там кучмэла вот и мы туда летим для того чтобы снимать и пожить и побыть среди йогов вот они там будут делать разные ритуалы яги так называемые это как сказать общегосударственное что ли да да это нет государство такие вещи финансируют Индия поддерживает все духовные проекты все духовные всегда она же по другому устроена чем Россия там или кто-то поэтому вот поддерживают эти проекты 20 ну правительство только нет это на уровне йогов но правительство дает выделяет деньги на прай ну проживание соучастник да да на проживание и питание соучастник да 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 как они будут а и праздник начинается 14 января заканчивается 3 марта ну мы только на месяц едем вот и все это время значит государство кормит и дает проживание всем людям кто захочет туда приезжать и жилье обеспечивает да не ну они там же тепло они ставят большие палатки тенты там ставят внутри кровати там кто что и везде питание бесплатное прекрасно как страна да как далеко страна находится вот по своему продвинутости что духовных вот так людей да вот так она как это сказать любит почитает уважает если бы вы родились в Индии вы бы там сидели и вокруг бы вас уже храм построили понимаете вам бы построили храм и вокруг там куча места было бы и люди бы потоком шли а здесь видите другое вы находитесь в другом мире вот ну да тут другие запросы другие желания конечно конечно там просто и само государство поддерживает духовность не церковь как у нас да вот это а там а там нет такого понятия чтобы церковь правила там нет там вот эти йоги просветленные гуру вокруг них строят храмы там тысячи тысячи храмов для каждого гуру свой храм учитель полное единомыслие полное да единомыслие да никто никого не преследует там верующих наоборот наоборот всем так скажем дают конфликты отсутствуют да конечно да да ну что вы откуда конфликты так что вот мы вас знаете что еще раз поздравляем с наступающим новым годом я написала по моему астрономическому календарю 2019 год это год божьей семьи прекрасно не поросенка какого то нет а божьей семьи прекрасно вот 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 вы прямо в точку потому да год божьей семьи поэтому в россии будет собираться вот эти люди которые относятся к божьей семье там там везде вот и в этом году я обычно же там как-то много людей собирала в этом году мы встретили новый год вот втроем я взяла я взяла самого верующего человека это бориса борис прекрасно самый верующий человек он действительно без бога не до порога как говорят о это главное он с богом душа в душу да сердце в сердце душа в душу прекрасно борис у нас с богом всегда вот борис ну что скажи еще что нибудь ну я рад что Мария объявила год божественной семьи и с божьей помощью мы в этом году будем целенаправленно этим заниматься духовностью делать передачи постоянные аминь да слава богу слава богу аминь аминь слава богу ну Саша ты что нибудь скажи Алиса а вы какого направления придерживаетесь какой то какого то направления ну главное что есть вера есть вера и духовность вот придерживаюсь придерживаюсь веры вера она одна да базируетесь на вере в бога да вера в единого господа он един в великий всемогущий истинно истинно вот вера и религия две разные вещи религии много это как организация истинно а вера одна как солнце одно в солнечной системе истинно так и верховный господь его называют верховный господь самый главный бог а остальные говорят полубоги полубоги есть один бог как у меня друг говорил лет тридцать назад он говорил так бог говорит один но у него много заместителей заместители это полубоги которые выполняют волю господа да каждый выполняет свою функцию и я придерживаюсь вот этой веры вот этой информации замечательно очень истинно очень правильно ну я тоже в принципе в таком же направлении двигаюсь да мы едины мы одно а вы в каком городе живете город батуми а замечательно замечательно Борис у нас из Киргизии приехал в Москву много лет назад мы познакомились знакомы уже больше 20 лет дружим вот это самый верующий человек из всех кого я тут вот знаю в Москве Слава да я только об этом вчера узнал от меня говорит да от Марии что оказывается я для нее самый верующий ну просто ну самый конечно я еще начинающий как бы я ну как бы еще до совершенства очень далеко я бы сказал но мы к этому стремимся это бесконечный путь да вот правильно вот самое сказано вот это что это бесконечный процесс да мы идем в бесконечном процессе постоянно что-то познаем познаем и познаем и движемся на сближение с высшим божественной силой и это сближение оно мы все ближе и ближе но по ходу движения получается это как горизонт да что бог же тоже не стоит на месте он тоже движется вот мы так гуськом и идем вот потом я знаете что сказала в своих передачах я выдвигаю новую формулу жизни я хочу разрушить рабство и все пирамиды и поэтому я сказала что я никому не позволю идти за мной я никогда не позволю себе идти за кем-то чтобы не создавать кумиров из кого-то вот 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 я не позволю чтобы шли за мной и сделали из меня этого мертвого кумира но я предлагаю всем как вот иисус предлагал взяться за руки одинаково и вместе мысленно взяться за руки и мысленно идти на встречу с высшим вот таким вот образом все держатся за руки все кто в физическом теле вот и все кто со мной а я подумала куда же идти надо же им направление было показать ну чтобы это было совсем нейтрально и чтобы меня там не обвинили в чем-то я предложила всем идти на встречу на остров буян пушкинский помните сказка белка там живет такая да затейница такая белка 33 богатыря в чешуе как жар горя вот и каждый мысленно идет на остров буян и уже там оказывается можно на скамеечке с пушкиным поговорить можно с белочкой с богатырями вот можно там строить свой прекрасный мир который господь потом материализует вот и все и как говорится никому не позволять больше там мир сказки правильно 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 ой мария ты прямо в точку сказочница затейница хе-хе-хе-хе сама такая белка там живет да лесная да затейница какая вот и я затейница как эта белка и Сашенька тоже так ну а как же Саша вместе со мной за руки идет на остров буян куда ж деваться мало того сказала так людям которые слушают меня вы знаете они стали писать что они видят этот остров что они мысленно но я предлагаю мысленно там оказаться уже гуляют там прекрасно потому что человек счастлив только в мыслях своих бывает да вот поэтому они счастливы уже все и там в мыслях находятся ну вот молодцы такие а там видишь да все случится как надо в своем внутреннем мире да конечно ну я предложила у кого нет вот остров буян там пожалуйста бери и помещай там свой внутренний мир прекрасно увеличивай этот остров до пределов галактики нет проблем у отца моего домов много да 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 домов много поэтому такой хитрый способ потому что смотрите на протяжении всех времен и веков всегда все все гуру и все учителя и в Индии здесь сделали ошибки они брали людей вели за собой а те делали из них в Индии это называется мурти а в России идола делали идола а потом страдали да бога живого заковывали заковывали да в оковы определенные ограничивали и бог живой становился такой дойной коровой для народа то есть он превращался в корову или там превращался в этого идола и все и богу конец и человекам конец а это все рабство отсюда и пирамиды появились а я все это разрушаю да придет единственный ответ о том что рабства больше нет поэтому я затейница такая которая не позволяет сделать из себя этого идола не позволяю кого-то делать идолом но хочу чтобы все были живы живые живые прекрасно горе поддерживаешь мою идею да абсолютно правильно сказано я поддерживаю все правильно так что и в священном писании уже говорится что не создавай себе кумиров да ну люди всегда хотели это делать потому что им так проще а вот так вот фиким в нос называется не позволим и потому всем за ручки дружно идем на остров буян строим мысленно там свои миры внутренние проявляем только добрые никаких эксплуатаций никаких а чтобы один другого там обуздывал как то этого не будет все я запрещаю запретно так что все вот так вот у нас замечательно видите как здорово мы еще с вами свяжемся я очень рада что вы на связи я всегда рада послушать всегда рад почувствовать вашу благодать вашу любовь ваше откровение ну да я все время пребываю в постоянных откровениях и людям все это выдаю поэтому да вот передач много сделали поездки передачи фоторепортажи встречи с людьми все постоянно движение да да постоянно поэтому мы движемся но пока у нас нет своей студии ну ничего пока передвигаемся но даже свою маленькую квартирку я превратила тоже в общественное место я превратила ее в студию так что все нормально только тут мы теперь втроем можем только собираться она маленькая слишком но от силы четыре человека но все равно вот мысленно мы сейчас вчетвером Саша Саша подай голос я здесь Борис вот рад Сашенька тебя слышать мы солидарны солидарны вот по всем духовным проектам вы божественная троица да мы так и решили создать божественную троицу в этот Новый год да божья семья да так что вот и вы к нам подсоединяйтесь теперь мы вместе все мы вас обнимаем мы вас любим вот мы мысленно с вами да взаимно как душа пожелает пообщаться я всегда к вашим услугам спасибо будем общаться всего доброго с Новым годом давайте с Новым годом с Новым счастьем с Новым воскресеньем вот такое слово есть воскресенье да воскресенье я вот сейчас делаю это пор как раз вот на него воскресенье то есть вернуться свое первоначальное состояние исходное первозданная да ну да первозданная и когда человек был един с Богом да да сердце в сердце вот туда назад назад возвращение первозданная и первородное 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 от него вот туда и возвращаемся да 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 вот когда была единая дружная семья вот семью и поэтому год божественной семьи будем укреплять вместе да мы и бог и мир были едины целые вот я был очень рад сегодня вас слышать и познакомиться вы очень солидно выглядите как настоящий старец и вы напоминаете волхвов своим видом волхвов спасибо спасибо вам до свидания до свидания до свидания